Во время строительных и земляных работ в Преображенском парке рабочие наткнулись на многочисленные человеческие останки. Сейчас там под видом реконструкции входа в зоопарк за счет зеленой зоны прокладывают новую дорогу и обустраивают парковку на 39 мест. На разрытом месте активисты обнаружили человеческие останки, кости и фрагмент черепа. Известно, что весь Преображенский парк – это бывшее первое христианское кладбище, где похоронены многие известные одесситы. Среди них архитектор Франц Боффо, брат великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Лев Пушкин, актриса Вера Холодная. В начале 1930-х годов кладбище было уничтожено. Позже на его месте разбили парк. При этом никакой эксгумации не проводилось. Могилы просто покрыли дерном. Я считаю, что строительство таких вот масштабных вещей, как бетонировка столбов с изъятием останков из-под земли, то есть отвалом их на поверхность – это недопустимо. Здесь гуляют люди, этими останками играют собаки, растаскивают их по территории. Ну, это надругательство над предками, я считаю. То есть должно было быть проведена какая-то экспертиза, эксгумация на территории работ. Новая дорога соединит улицы Мечникова и водопроводную, что позволит водителям не ехать через высокий переулок, а срезать через парк. Заказчиком строительства является городское управление капитального строительства. На данный момент идут земляные работы на площади в 3000 квадратных метров. Уже снесли 17 деревьев. И общественники возмущены тем, что строительство ведется, как говорится, на костях. Погуляв по парку, и наша съемочная группа просто на поверхности грунта нашла несколько фрагментов истлевших человеческих костей. Человеческие останки. Ну, то есть их тут тысячи и тысячи. Вы сказали, что оно истлело, то есть по времени оно уже тут? Ну да, кость уже истлела, практически разрушается. На место проложу. Похоже тоже на часть черепа, да. Активист Алексей Кострожицкий возмущается. Вместо того, чтобы придать парку охранный статус, включить его в программу развития зеленых насаждений, у парка вырубают деревья и строят парковку и дорогу в угоду частным интересам. По его мнению, строящаяся парковкой будет пользоваться не зоопарк, а посетители спорткомплекса Одесса, чтобы не парковаться на платной стоянке на территории самого стадиона. За счет городского бюджета, за счет 17 миллионов гривен бюджета города, то есть наших с вами денег, реализовывается вот такая фера для подъезда, для легализации незаконной дороги на стадион Краяна со стороны улицы Мечникова. Когда проводилась последняя реконструкция Преображенского парка, делали забор. Секции забора юго-западной части парка сломали, и автомобили проторили себе дорожку, заезжают внутрь на территорию стадиона. Там есть платная парковка, на ней расположено не меньше 50-70 машин и мест. И реализация данного проекта, данной парковки в парке, бесплатной парковки, муниципальной, якобы для зоопарка, естественно, позволит посетителям стадиона парковаться уже здесь, на зеленой зоне. Никто не будет пользоваться платной парковкой стадиона. Алексей уверен, что проект имеет все признаки аферы, и он будет воплощаться с помощью известного своими махинациями управления коммунального строительства. К такому выводу Алексей пришел просто потому, что никаких общественных слушаний не было. О проекте активисты узнали только, когда обнаружили на деревьях пометки на их вырубку. На аппаратном совещании в мэрии 9 февраля начальник УКСа Борис Панов показал на схеме расположения парковки. На дороге оказалась не та. Таким чином парк будет огорожен з усіх боков. Между парком, парком и забором стадиона будет организована пешеходная зона и автостоянка на 39 местах. После завершенности работы, введя в парке Примужинского и зоопарка, появится возможность оставить свои авторы не только бедо центрального входа в парку, а и с других боков. Также после завершенности работы реконструкции зоопарка, возможно, будет открыть стоянку на 150 машинных мест. Во всем виновата якобы техническая ошибка в слайде, но активисты уверены, что начальник УКСа сделал это умышленно, а городские власти фактически действуют в интересах частных лиц. А вот самим одесситам эта парковка не нужна. Житель водопроводной переулка Владимир уверен, что люди будут пытаться срезать объездной путь через трамвайные пути, а здесь будет коллапс и загазованность. Хотя тут гуляют люди, выгуливают животных, да и ученики рядом расположенной школы здесь тоже после уроков отдыхают. Она здесь не нужна по сути, а тем более сквозной проезд с водопроводной на Мечниково, что здесь будет. Поток машин в одном из немногих уголков Одессы, где еще можно пройтись и подышать свежим воздухом, ну это варварство. На данный момент благодаря активистам полиция изъяла останки и отправила их на экспертизу. В действиях городской власти и подрядчика есть все признаки, обозначенные в статьях 297 и 298 Уголовного кодекса Украины. Сведения по данному факту уже внесены в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 «Естественная смерть» Уголовного кодекса Украины. По факту имеющихся нарушений готовы обращения в прокуратуру и ГРУ с требованиями запрета строительных работ до проведения всестороннего расследования, как фактов наличия человеческих останков в пятне строительства, так и по имеющимся злоупотреблениям чиновниками профильных ведомств. Напомним, на территории нынешнего Преображенского парка были захоронены около 200 тысяч одесситов. Кости там лежат неглубоко и еще не прошло и 100 лет с последнего захоронения, потому что большевики продолжали там хоронить, одновременно уничтожая склепы и могилы.